Слушай, ты задумался, а что я все время с рюкзачком хожу? Пожалуйста, возьми пока что его. Ну, держи. Да, поноси, поноси. Думаю, это ненадолго. Я надеюсь, что он тебе и останется. Всем привет, это Орел и Решка земляне. И мы напросили с гостей к азербайджанцам. Да, кстати, я слышал, что это очень серьезные ребята. Они же пробурили первую в мире нефтяную скважину. Надеюсь, что я к этим ребятам через минутку присоединюсь. Ну, к магнатам, кстати. Орел. Решка. Ты готова? Да. Завидуй мне. Походу, завидовать ты мне. Я же говорила, это ненадолго. Не получилось в этот раз. Все, удачи тебе, Кирилл. Пока. Давай, удачи. Пойду хоть на вышки посмотрю. Нефтяные. Азербайджанцы – земляне, знакомые нам с детства. Мы узнали о них, когда впервые попробовали на море азербайджанскую медовую пахлаву. Когда покупали у них самую сладкую хурму на рынке. Когда перед сном разглядывали узор азербайджанского ковра на стене у бабушки. Сегодня мы приехали в гости к ним в столицу – Баку. Встречайте, дорогие! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой кошмар! Говорят, азербайджанцы любят показывать, что у них есть бабки. Я никогда не ехала на Бентли. Если я буду ехать до такой тачки, будет видно, что непростая малышка. Паша, потрясающе! У богатых азербайджанцев принято встречать по одежке. А главная одежка для азербайджанца – это его тачка. Ездить на машине с ценником ниже, чем 50 тысяч долларов – для местного богача это стыд и позор. А правда, что азербайджанцы любят дорогие тачки и любят показывать, что у них деньги? Все восточные люди любят дорогие вещи, дорогие тачки. Баку много супер. Если приедете знакомиться с азербайджанцами в карантин, знайте, что по выходным в их столице не ходят автобусы. Так что придется добираться до центра Баку на такси. Ребят, ну я знаю, что Восток дело тонкое и цены тут все примерно от и примерно до. Поэтому торговаться с таксистами – это как раз мое. Азербайджанцам важно встретить гостя красиво. Поэтому в аэропорт специально закупили крутые такси, чтобы турист по прилету подумал – вау! В Азербайджане ездят настоящие кэбы, как в Лондоне, только красные. Сколько до центра? Сколько вы берете? До центра напишите 22. Двадцать два моната? Да, от 17 до 22. Если у вас нет денег, то я могу отместить. А теперь обратите внимание на таксиста в красной футболке. Такого поворота я не ожидал. Если у вас нет денег, я вас отвезу весь день. Бесплатно? Я сам плачу. Бывают мошенники, но на самом деле денег нет. Бывает, да, Ольга? Сейчас я вижу, что у вас денег мало. Я так выгляжу, что у меня денег мало. Не-не-не. Хорошо. Давай, садись, я вас без денег хочу. Просто вот так? Да, просто так. Блин, ну это как-то неожиданно для меня. И не надо писать в комментариях, что это подстава. Мы снимали этот разговор на скрытую камеру, чтобы проверить, обманывают местные таксисты туристов или нет. Потому что в интернете пишут разное. То, что случилось, для меня такой же шок, как и для вас. Слушайте, вот это было максимально неожиданно. Бесплатно в аэропорту. Обычно как? Ты с таксистами трясешься полчаса, чтобы кто-то хоть копеечку скинул. Вот тут лакшери, панорамная крыша сверху. Здесь просто дизайн такой красивый. И я еду как король. В стране больше людей, у которых много денег или там средний денег или мало денег? Знаете, вот в постсоветской республике в Азербайджане, по-моему, в самой лучшей жизни. Раньше в этой улице были заводы и фабрики, брошенные в советское время. А видите, так что построили? Красота. В столице азербайджанцев кажется, что ты в Дубае, а не в постсоветском государстве. Давайте посмотрим, откуда у этих землян такая роскошь. Азербайджанцы живут на нефти. Под их ногами буквально лежат триллионы долларов. Им остается только выкачивать их насосами из недр земли и тратить на вот такую идеальную картинку. Блин, красотища. Вот это, конечно, уровень. Вот это я понимаю. Чтобы подняться до такого уровня, азербайджанцы за 10 лет потратили 10 миллиардов долларов. Это вот, как думаете, больше для туристов построено, чтобы их привлекать или для местных? Все это для народа. Нефтяные деньги, прибыль от нефти использовали на благо народа. А самые богатые азербайджанцы по профессии кто? Ну бизнесмен. Есть вот эти нефтяные магнаты? Нефтяные магнаты есть? Значит, нет. Наша нефть – торжественное государство. Ага. Поэтому нет некого денег. А кто в Азербайджане хорошо зарабатывает? По владельцу торжественного дома. А что это такое торжественный дом? Это только объект, где происходит свадьба. Оказывается, нефтяные магнаты не существуют, но есть свадебные. Надо обязательно найти такого землянина. Чтобы не откладывать знакомство с богатыми азербайджанцами, я попросила водителя отвезти меня в самый крутой дом торжеств в Баку – Гранд Опера. И к его владельцам, свадебным миллионерам, братьям Рамилию и Эмину Алакбаровым. Здравствуйте, я Мишель. Очень приятно. Это мечта любой принцессы, любой женщины. Главное отличие азербайджанской свадьбы от нашей – это количество гостей. Свадьба на тысячу человек – это в порядке вещей. Можно сказать, скромный вариант. Такая свадьба больше напоминает концерт. Поэтому и гуляют не в ресторане, а в торжественном доме. Размером с концертный зал, в котором еще и кормят. Вау, зачем монитор наверху? А у нас, например, когда заходит невеста, у нас включается гимн Азербайджана. Все встают на ноги. У нас там флаг Азербайджана. Кран. Зачем вам кран? Кран снимают на видеосъемку свадьбы. Обалдеть. Представляете, на концертах, когда в стадион есть краны или когда снимают какое-то телевизионное шоу, а тут в Азербайджане на свадьбах – кран. Сколько денег стоит самая дорогая свадьба? Ну, зависим. Смотрите, если на 500 человек считать свадьбу, я думаю, где-то от 6 миллионов, от 5-6 миллионов. Это только связано с залом. У многих Азербайджанов есть такой бизнес? Да, у нас можно сказать, что на каждом углу есть ресторан и дом торжественный. Смотрите, мне было бы очень интересно попасть на такую свадьбу. Может быть, здесь место, куда я могу прийти. Братья рассказали, что в столице свадьбы проходят по европейскому формату. И посоветовали мне поехать в город Губу, где их знакомые сегодня играют традиционно азербайджанскую свадьбу. Да? Все, удачи, пока. До свидания. Да, теперь я понимаю, почему Баку называют Кавказским Дубаем. Вы посмотрите, красотища. Все города в Азербайджане выглядят так же, как Баку. Круто, да? Такие огромные здания стоят по всему Азербайджану или только в Баку? Нет, по всему. Везде так? Почти. Нет, нет, везде так. Везде такой красивый. Везде так. Везде? Да. Вот там прям высотные здания, все ухожено, чистенько, круто. Да, да, да. Почему устраивают именно так красиво, дизайнерски? В азербайджане деньги есть. Не спорю с этим. Просто есть деньги, поэтому можем сделать. Да, да. Такое ощущение, что азербайджанцы живут одновременно и в Дубае, и в Париже. Там и тут красиво. Но когда заходишь внутрь, то видишь, что люди живут все еще в Савке. Азербайджанцы живут одни магнаты и миллионеры. Но стоит свернуть во двор в самом центре города, и ты понимаешь, что тут живут обычные люди, как мы с вами. Все сделано еще по старым технологиям. Белье на веревочке, которую нужно крутить на ролике. Решеточки на окнах везде. Старые обшарпанные дома. Здравствуйте. Добрый день. Меня Кирилл зовут. А вы здесь живете? Да. Расскажите, почему у вас снаружи все выглядит как Париж, красиво, дизайнерски, а здесь внутри прям как у меня дома? Это наше государство только так занимается такими делами, прячет свои вещи, которые не нужны им. Понимаете? А которые для туристов все делают, наружу все бывает хорошо. А если бы они захотели, то весь Баку можно было сделать как на оружии, так и внутренне. Просто они не хотят. Понял. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Хорошего дня вам. Очень приятно было с вами общаться. Всего доброго. Счастливо. До свидания. Ребята, это выглядит просто как еще одну комнату построили, но на квадратов 20, наверное, дополнительно. Вот не хватило у людей дома. Комнат они решили еще одну, пожалуйста. Вот она. И стоит она на таких жестких сваях, трубах. Вот отсюда смотришь, вроде все норм. Ну типа дом, как обычный. Только на самом деле вот это не стена дома. Стена дома вон там находится. А это все пристройки. Дела. Местные рассказывают, что 10 лет назад денег на новые квартиры не было. Поэтому если в семье рождался ребенок, дополнительную комнату для него просто пристраивали. Сначала начали строить первые этажи. Потом соседи сверху подумали – о, фундамент уже есть, можно и нам расширяться. А если сосед снизу не спешил с пристройкой – не беда. Можно сделать комнату на сваях. Даже если ты живешь на четвертом этаже. Здравствуйте. Извиняюсь. Здравствуйте. Меня Кирилл зовут, во-первых. Да, очень приятно. Я вас узнал, кстати. Ой, узнают везде. Класс, спасибо. Приятно, очень приятно. Это ж балкон, я правильно понимаю? Или это комната, дом? Часть была балконом, а часть пристроили. Сделали отдельную комнату. Это как бы продолжение. Ну я в принципе так и думал. Здесь что здесь? То есть, грубо говоря, увеличили жилищную площадь. В основном это только так. В большинстве случаев это первые, вторые и третьи этажи выходят вперед, делают какую-то пристройку. Потому что пристройку делать на пятом этаже это немножко по техническим причинам. Слишком высоко, опору нужно хорошей ставить. Да. А есть вот может быть? Ну это так, чисто моя наглость. Есть ли возможность посмотреть? Я не думаю, что можно будет, потому что люди не любят. А давайте пройдемте к нам, выпьем чайку. У меня времени полно. Я гуляю, наслаждаюсь. Хорошо. И поговорим. И поговорим. Супер. Спасибо. Давай чать. Квартира обычного азербайджанца ничем не отличается от нашей. Давайте присядем за стол, за чашечку. Вот так, чашечка за чашечкой, слово за слово. И я сам не заметил, как Вугар предложил мне не искать сегодня ночлег и вечером приехать заночевать у него. Такое возможно, наверное, только в Азербайджане. В десяти километрах от столицы есть уникальная деревня – Балаханы. Говорят, там прямо на улице стоят нефтяные вышки. Где я еще такое зрелище увижу? Надо ехать! Это вышка, что ли? Это нефтяная вышка. Ну, качалка небольшая. Что она делает здесь посреди жилых домов, мне интересно. Нефть качает! Нефть качает прямо вот тут! Окно, значит, прекрасный вид у людей, спутниковая тарелка, а вот вышка качает нефть. Вы где-нибудь такое видели вообще? Это деревня Балаханы. Казалось бы, обычный частный сектор, как у нас. Но нет. Здесь прямо между домами стоит станок-качалка, который добывает нефть. Потому что под селом на глубине больше ста метров нашли месторождение черного золота. И таких качалок не сосчитать. Здесь, где не ткни, будет нефть. Вот, посмотрите, люди начали строить фундамент и наткнулись на месторождение нефти. Теперь вместо жилого дома здесь стоит еще одна вышка. Вы представляете, вот этот насос качает нефть круглосуточно. Вот здесь получается по трубе нефть идет в резервуар, потом приезжает машинка, выкачивает нефть и увозит дальше. И в сутки одна такая качалка берет около 600 литров-тонну нефти. Это примерно 280-350 долларов в день. То есть средняя зарплата в Азербайджане за сутки. Вот в таком виде нефть отвозят на переработку. Из нее делают бензин и дизель для наших с вами машин, авиатопливо для самолетов и даже ракеты взлетают благодаря нефти. Поэтому страны, у которых есть нефть, считай, родились в золотых пеленках. Самое интересное, что вся нефть в стране принадлежит государству, а вот такая качалка может стоять просто во дворе частного дома. Скажите, как вам рядом с вышками с нефтинами вообще живется? Очень плохо, они воняют. Неплохо, хорошо, но чуть-чуть чувствуется запах. Нормально, мы уже привыкли. Не мешает? Нет, конечно. Нету ни запахов, ни звуков, ничего. Мы уже привыкли, наоборот, нам плохо без этого. Это золото. Азербайджанское золото. А местные люди, которые здесь живут, имеют какую-то выгоду с этого? Местные жители не этих государств. А вот если, например, на вашей территории нашли нефть, то как это происходит? У них, по-моему, выкупают их дома и там ставят уже нефтяную обышку. Не опасно жить на месте, где есть большое скопление нефти? Я уже 42 года здесь живу. Никакой опасности, ничего такого не было. Все нормально, все окей. Вот так должны выглядеть люди, которые живут в месте, где везде качалки нефтяные. Простите, простите, простите. Вот так должны выглядеть люди, которые живут в месте, где качают нефть. В Азербайджане очень много крутых и дорогих ресторанов. Но я еду в тот, в котором сам президент принимает других президентов. В Мангал стейкхаус. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Это один из больших ресторанов Азербайджана, даже скажем Европы, 10 тысяч квадратных метров. В Мангал стейкхаус отдыхали президенты, шейхи, бизнесмены и легенды футбола. По правилам сезона земляне, мне предстоит обедать, как обедают обычные азербайджанцы. Местные посоветовали мне кафе «Гесмет» в самом центре Баку. Сервис. Конечно, не 5 звезд, но зато как по-домашнему оно выглядит. Ну просто домашние столики вынесли вот так вот из двора, поставили на улице, вынесли сюда стульчики и заходите гости дорогие. Так это выглядит. Я сейчас не пойду туда. Я? 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 Куда? А что бросать? Сюда? Три? Потрясающе. Вот это шоу, я понимаю. Вау! Вот так ты делал и прям… Здрасьте вам. Здрасьте. 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 В кафе «Гесмет» тоже устраивают шоу. Только бюджетное. Ёлы-палы. Кто это? Пару. И все. Даже здесь разделывают. Мне вот посоветовали здесь кебаб у вас заказать. Говорят, вкусно и просто. Без слов. Да? Вау! 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 Ой, вот как вкусно пахнет! У меня уже слюньки дегут. Это мне? Телятинка. Вкусная, сочная, сладенькая. Ой, какой привкус во рту. Я хочу еще. На второе шеф закатил шоу с бараньими ребрышками на гриле. Ну давай. Ну как же в Азербайджане без баранин. Это же самое любимое мясо этих землян. О, красота. Это кебаб? Чабаб. Ага, он у вас так выглядит. А он по-другому как-то называется или просто кебаб? Все чабаб. Дело в чем. Просто здесь все, что готовится на мангале, на огне, вот это, все что угодно называется кебаб. А то, что мы называем кебаб, у них называется именно люля кебаб. Понятно? Очень даже вкусно. Хотя мясо чуть такое тягучее. Нужно время, чтобы его раскусить. Это при том, что с этим мясом ничего не делали. Просто отрубили кусок на шампур и над углями. Азербайджанцам мало гостя накормить. Для него здесь организуют целый кулинарный цирк Дю Солей. Правда, не бесплатно. За такой шоу-обед я заплатила 200 долларов. 10 манат. Такое меню в ресторане стоило бы в 10 раз больше. Я враю. Это вам. Спасибо. Не знаю, как у вас, а у меня в детстве считалось, что самые вкусные и сочные фрукты продают азербайджанцы. А вот сейчас и посмотрим, как азербайджанцы торгуют у себя на родине. Для этого я пришел на самый большой рынок в Баку – Зеленый базар. Павел, 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 приезжай! Почему азербайджанцы – самые лучшие продавцы? Из поколений, из далеких поколений. Они с этим занимались. Мы рождаемся спекулянтов. Это как? Слога дается вам. Чем должен обладать настоящий азербайджанский продавец? Какими качествами должен обладать? Сначала язык надо сладкий, хороший. Язык? Язык, да. Это как? Как калитом надо разговаривать. Сладкий язык надо. Сладкий язык. И потом товар, хороший товар продают. Овощи, фрукты, мясо, сыры – все продукты выглядят так, как будто лежат на выставке, а не на рынке. Добрый день. Красотища. И выкладывали их не продавцы, а фуд-стилисты. Вы только посмотрите, как тут сложены виноградные листья для долмы. Чтобы вы понимали тонкости работы этой художника, можно сказать. Даже черешня хвостиками в одну сторону выложена. Все туда. Все туда. Пирамидки, башенки, спелые, свеженькие. Выбираются каждый отдельно, красиво, чтобы человек хотел… Просто посмотрев на это, у него потекли слюнки, он захотел тупить. С любовью относится к этому. Да? С любовью? Да. Азербайджанец никогда себе не простит, если кто-то купит у него виноград и дома заметит подгнившие виноградинки. И не дай бог потом скажет соседям, что у Вахида с зеленого рынка порченый товар. Мусор, да, мусор. Мусор? Ну вот этот же хороший еще. Нехороший. Вы серьезно? У нас такое продают. Еще один секрет успешной торговли – щедрость. Продавцы здесь угощают тебя сами, даже если ты их об этом не просил. Можно попробовать? Кайф. Это мне? Вы серьезно? Серьезно, пожалуйста. 4,5 килограмма. Ребята, спасибо огромное. Спасибо большое. Азербайджан – это страна там, где постоянно свадьбы. Вот приехала в провинцию и опять свадьба. Пойдемте. Свадьба для азербайджанцев – самое важное событие в жизни. Готовиться к ней начинают с самого рождения сына или дочки. И с большим уважением соблюдают традиции своих предков. А теперь по порядку. В день свадьбы жених и невеста собираются по отдельности. Жених и невеста до того, как поженятся, могут жить вместе? Нет. Они могут встретиться, но невеста они никогда не бывают. Как сказать? Когда жених готов, за ним приезжают друзья. Они же свидетели. И этой компании едут в дом невесты. Чтобы вся деревня потом обсуждала, какая у Джамшида была лихая свадьба, свидетели устраивают на дорогах настоящий беспредель. Выезжают прямо на встречку под колеса машин. Кому такое не запомнится? А чтобы потом не пришли штрафы, снимают автомобильные номера. А в это время в доме у невесты начались проводы во взрослую жизнь. Тут все по традициям. Наталья завязывает ей красную ленточку. Красная лента означает, что невеста сохранила свою невинность. Чтобы в доме у молодых было изобилие, над головой у невесты разламывают лаваш. А чтобы все плохое горело в огне, невесту водят вокруг керосиновой лампы – символа домашнего очага. И вот долгожданная встреча. Жених забирает невесту. Ой, какие мурашки. Первый раз жених и невеста встретились. Еще 60 лет назад азербайджанскую невесту не спрашивали, кого она любит. Выдавали замуж за того, кого выбрали родители. А наши молодые Джамшид и Тахмина полюбили друг друга еще в школе. Когда в школе учили любить друг друга, я сказал, что пока маленького вырастут, сделаем свадьбу. Пусть любит мне что. Конечно. Главное, чтобы были дети счастливы. И даже несмотря на любовь к будущему супругу, невеста не может сдержать слезы, потому что это ее последние минуты в родительском доме. Все, жених забрал ее. Сейчас все куда-то спешат. Подарочки несут, какие-то корзиночки. Вместе с невестой из дома выносят приданные, которые родители собирали с рождения. Но больше всего на благо молодых трудятся родители жениха. Это когда приходит дом жениха, у него мебель, у него все, да, кухня, кровати, все новые. Мы уже делаем новый отчет. Вы же не думали, что у азербайджанцев после таких приготовлений будет скромное застолье? У местных при этом играть свадьбы пышно. Песни поются. Танцы пляшутся. Вот колеса. А столы ломятся от шашлыка. Обычно в Азербайджане самые близкие родственники дарят подарки, а вот остальные приглашенные гости дарят деньги. Все прекрасно понимают, что накормить такое количество человек не дешево. Поэтому у азербайджанцев принято дарить молодым деньги. Минимум столько, на сколько посидели. Это от меня. Даже есть специальный человек, который записывает, сколько каждый гость подарил. Вот. Зачем этот бухгалтерский учет? Чтобы молодые потом посмотрели. Ага, Интигам дал 50 монат, а Камран – 100. И когда пойдут на их свадьбы, подарят им столько же или больше. Обычно на азербайджанской свадьбе гуляет минимум тысячи человек. Но из-за пандемии в Азербайджане вышел закон, который разрешает собираться не больше 150 человек. Но азербайджанцы не растерялись и придумали приглашать гостей в три этапа. Я сейчас людей собирал. Например, на час дня, на пятницу, на восемьсот. Интересно, конечно, побывать на азербайджанской свадьбе. Но свадьба практически как и у нас. Любят что? Кушать, пить и очень много танцевать. Ребята, они крепкие очень. Долго будут еще они там, а я уже пойду спать. А вообще, уже было бы тут хорошо лечь. Все, ребята, завтра вам покажу, где я заселилась. А сейчас пойду посплю. Ой, как тут тихо. Спокойной ночи. Я отдохнула и теперь могу рассказать, где же я поселилась. В городе Губа, где я вчера гуляла на свадьбе, нашелся роскошный отель Губа Пелес. Сюда приезжают азербайджанские богачи, когда хотят подышать свежим горным воздухом. За двухэтажное шале с террасой и бассейном я заплатила 800 долларов. Вот это в Азербайджане встречают важных гостей. С добрым утром. Азербайджанцам не очень везет в футболе, в баскетболе, волейболе и так далее. Возможно, потому что здесь самые сильные мужчины занимаются национальным видом спорта – зархана. Парни с дощечками делают синхронные движения, типа танцевальные. Дверь несут. Сами дверь несут. Сжим лежа. Теперь я еще меньше понимаю, что происходит. Сархана – это древняя азербайджанская борьба, которую придумали воины еще 500 лет назад. А сейчас это азербайджанский вид спорта. Банда азербайджанцев, которые борются там. Зовут меня к ним. Пойду. Увидимся уже там. Кирилл. Очень приятно. Тренер Юсиф рассказал, что спортсмены и сейчас занимаются по технологии древних воинов. Вместо штанги и гантелей у них деревянные булавы, металлические луки и тяжеленные щиты. С помощью деревянной булавы воины учились держать меч. Современным спортсменам-зарханистам не надо идти на врага с мечом, поэтому они жонглируют булавами на соревнованиях. Чтобы соревнования посчитали, надо, чтобы он минимум два раза крутился. Минимум два раза? Только я откидываю вперед. Попробуй два круга. Два круга надо немножко побольше. И между глаз. Самая жесть – это тренировки со щитом. Вместе 60 человек. Попробуем? Делается 72 раза в соревнованиях за 8. Так. Молодец. Машина! Я тачка! Я просто! Можно теперь? Убейся, Кирюха! Устал! Все-все-все. Ничего не устал, просто пошутил. Нормально. Еще бы сто раз так сделал. Но не буду, времени нет. Надо дальше снимать. Поехали. Мне кажется, если так 72 раза сделать, то потом с реальным щитом заходишь и просто так как брелок на пальце его крутишь и не чувствуешь резца вообще. На первый взгляд зороханисты выглядят как обычные парни в спортзале. Но когда сам пытаешься повторить хоть одно движение с их тяжеленными снарядами, понимаешь, что эти ребята – современные атланты. В сезоне «Земляне» мы всегда ищем самых интересных людей в каждой стране. А в Азербайджане интересно, кто самый удивительный? Сейчас попробую найти. Мировой рекорд – 3 килограмма. Три всего? А тут сколько? Тут каждый глаз 17 килограммов. О, я походу нашла самых удивительных землян в Азербайджане. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я Мишель. Гусейн. Здравствуйте. Латчин. Очень приятно. Латчин и Гусейн Абдулгусейновы. Знаменитые на весь мир братья-силачи – гордость азербайджанцев. Они уже поставили 9 мировых рекордов и собираются попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня я увижу, как тренируются эти уникальные земляне. Это гвозди, да? Ага. Ого, там шрамы. Я? Да. О боже мой. Ой-ой-ой, я боюсь. Ой-ой-ой. Гошмар. Боже. И что делает? Все? Ой-ой-ой. Как страшно. Там нормально все. Это конечно шок контент. Скажите, а сколько лет вы этим занимаетесь? С самого детства наш отец был пехлеваном – азербайджанским богатырем. Пехлеваны – часть нашей культуры. Быть богатырем очень почетно. Это ремесло, которое передается из поколения в поколение. Отец передал его нам, а мы обучаем своих детей. Вы занимаетесь это вообще всю свою жизнь. Сто процентов были какие-то травмы. Это ошибка водителя. А это когда вколачивал гвозди. Насквас прям. Это совсем не для меня. И у тебя тоже там что-то есть? А это как произошло? Вот это? Некоторые травмы мы получали прямо во время представлений, где было 5-10 тысяч человек. Но мы делали вид, что ничего не произошло. Сейчас мы покажем, как тренируем наших детей. Смотри ее со стороны. А-а-а! Ха-ха-ха! Привет! Спинку держит ровненько. Молодец! Ого! Нормально? Да. Да? Вообще как ни в чем не бывало. Просто. А вот посмотрите какие. О чем ты думаешь, когда там лежишь? Напоследок мы покажем вам трюк с машиной. Ай, нет, еще не с автомобилем. Пожалейте мое сердечко, пожалуйста. Это что он держит машину, чтобы она не ехала? Ого! Ого! Ай, нет-нет-нет-нет! Ну, пойдем! Ого! Боже, это сумасшествие! Сколько килограмм машины? Тонна триста, но максимально по моей руке проезжало четыре тонны. Ооо, боже мой! Спасибо большое, я вам желаю удачи и хочу вас видеть в рекорде Гиннеса. Давайте, всем пятюники, всем, всем, всем. Я поняла, что в Азербайджане, как и на свадьбах, люди любят показывать, что у них есть золото, пышность, а мужчины любят показывать, что у них есть сила. Так что поразили меня они сто процентов. Пока! Оставляю клады Тарла и речки на счастье и на удачу вам, мои дорогие. Азербайджанские кладоискатели тут есть? Записывайте координаты нашего клада. Съезжайте с улицы Абазгулу, Абазады на дорогу к отелю Бадам-да-Арт и внимательно ищите под камнем на холме с видом на пламенные башни. Удачи! Проведя два дня в гостях у азербайджанцев, мы поняли. Эти земляне дадут фору бабушке, которая давно не видела внуков. И встретят. Бесплатно везут, за свои деньги платят. И накормят. Это мне? И спад уложат. Давайте пройдемте к нам. Нашего человека, конечно, такое отношение даже немного настораживает. Непонятно, эти земляне и вправду такие гостеприимные? Или, может, просто пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле. Если у вас деда денег, я вас отъезжу, плиз деда. Но, если честно, это и не важно. Ведь быть их гостем – одно удовольствие. Кирилл! Кирилл! Я вообще не устал, просто пошутил. Чуть-чуть половины луны. Как так? Красотища там. Красота. Мишелька, привет. Торопченко. Ну я тут, конечно, прям зажигал во все стороны. Вот куда видел, туда сжег. Потому что и страна огонь, и люди огонь, и еда огонь. Как тут не сжечь туда-сюда, скажи, пожалуйста. Да, ты был прав. Вот именно. Не все страшного. У следующих землян богатым буду я, собственно. Пока. Подожди. Я тебе говорю, там все настолько договорено, что сумочку можешь забирать сейчас в самолетик с собой. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу.